здравствуйте уважаемые подписчики гости канала обувные маньяки просто любители обуви вот я тоже любитель обуви вот и сегодня у нас такой небольшой ролик про сапоги вот у меня часто спрашивают на канале люди о том а в чем хожу я не знаю чем такой интерес вызван все же знают что сапожник без сапог всегда вот но у меня на самом деле сапог то много вот но в основном это даже те которые я не шил но которые мне понравились по той или иной причине вот сегодня мы поговорим про вот сапоги я считаю что сапоги все-таки это самая такая универсальная обувь она лучше всего выполняет функцию защиты ног вот лучше любых ботинок полуботинок туфли шлепок и так далее она защищает ноги по самое колено а может быть даже и выше поэтому функция защиты для обуви все-таки самое лучшее самое главное вот защита обуви сверху ноги сверху и голени и снизу то есть стопы вот поэтому сапоги конечно имеет по защите преимущество перед любым другим видом обуви вот на сегодня я расскажу об этой об этих сапогах немножко так вкратце значит это офицерские сапоги то в чем сейчас хожу я вот я хожу в них каждый день в преддверии 9 мая когда надо будет выйти там на бессмертный полк съездить на мама и в курган отдать дань памяти нашим погибшим воинам солдатам вот у меня оба деда воевали вот и сам я младший лейтенант запаса послевоенной кафедры института вот поэтому надо будет идти в общем на праздник 9 мая вот я готовлюсь разношивая эти сапоги которые засохли уже немножко вот это сапоги где-то 70-х годов выдавались офицеру летчику одному из моих родственников вот и из хранения мне их его жена отдала вот совершенно не неношные были сейчас то не уже нож на неделю а всего лишь вот это вот так вот посмотрите какой носочек у них изящный достаточно вот такой точеный рубленый нос вот как у современной даже модельные обуви вот и колодка достаточно удобная то есть немножечко сжимает пальцы но это я на то что они долго стояли вот особенности этой обуви значит она сделана из хрома толщиной где-то 1 и 2 миллиметра вот общая толщина сейчас я померяю посмотрим это два и два два и два миллиметра то есть получается что 1 и 2 это сам хрон и один миллиметр это подкладка вот мы видим строчную головочку сапога то есть она сострочена точным швом и вывернута и расстрочена подкладка здесь кожаная целиком то есть и в и в головке вот и в голенище в халяве вот эти петли для одевания вот сейчас это выглядит как пережиток но на самом деле их без этого не оденешь они очень изящные вот и вот здесь вот косой проход очень узкий и в портянках а носить их лучше всего с портянками скажу почему вот я нашу их с портянками по крайней мере сейчас даже покажу где они у меня вот портянки портянки вот в общем с трудом лазит нога вот здесь вот но зато они изящны изящны и делать их широкими как повседневные сапоги смысла нету они действительно сделано прямо точь в точь на ногу и одеваешь их и чувствуешь что они даже немножко голеностоп держит как берцы почти то есть они целиком кожаные подошвы у них тоже кожаная вот ее вот видите еще медные латунные вернее тексы вот латунные гвозди которые крепят то есть это гвоздевой метод крепления подошвы каблук тоже наборный кожаный и здесь тоже латунные тексы только по краям оцинкованные вот но я поставил вот этот вот косячок железную набойку на наносит потому что он очень быстро стирается даже это железная набоечка она вот реально вот видите я на неделю стоит вот смотрите что с ней уже вот потому что подошва очень жесткая и носок прям достаточно сильно стирается хотя его когда ходишь и незаметно и не слышно и не стучит ничего но тем не менее стирается вот он очень быстро вот это вот парадные сапоги а почему их носить нужно в портянка вот здесь вот у сапогов есть у сапог у этих задник кожаный двухслойный вот но задник этот в отличие от нашей обычной обуви не в строчке не внутрь вставленный между подкладкой и верхом а он просто на строчке на изнутри то есть изнутри там очень в общем изнутри там выступает кожа кожаный толщиной примерно 2 миллиметра краю от этого задника он выступает прямо внутрь вот поэтому в носках и выносить не очень хорошо тем более на носки они вот при движении в сапогах носки сползают могут сползать под пятку то есть вот от этого движения пятки внутри сапога носки уходят вниз и ты остаешься разутом поэтому носит их портянках портянка хорошо в портянке хорошо фиксируется нога плюс портянку можно сделать из чего угодно в полевых условиях хоть там из ну из чего угодно вот из любой ткани и чтобы полностью картину представлять что такое сапоги да именно такого и военного типа я сейчас вам покажу другие сапоги которые я сегодня шел нашел на рынке приобрел за 300 рублей с одной целью ну вот вот это сапоги уже повседневные повседневные вот 300 рублей конечно для них не цена вот вот они выглядят так убита такие вот они все стрёмные такие какие-то вообще как бы не обувь это но но эти сапоги гораздо крепче чем вот то что я вам сейчас показывал офицерские парадные вот эти вот повседневные сапоги они тоже скорее всего офицерские потому что они сделаны целиком из яловой юфти вот яловая юфть вот этим сапогам уже не знаю сколько лет но очень много вот они на кожаной подошве вы видите латунные тексы вот и но зато смотрите это кожа это кожа очень 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 мягкая вот она яловая юфть вот посмотрите у нее характерно такое зерно если вы видите такой крупненькие пятнышки такие вот это вот именно еловка бычок когда он да вот видите да вот это еловка бычок который еще или нетельная телочка или бычок годовалый такой вот так что вот и толщина этих этого верха сейчас мы померяем вместе с вами там было два и два здесь мы видим 33 и 1 то есть практически на миллиметр толще то есть два миллиметра где-то здесь два миллиметра смотрите значит два миллиметра здесь вверх и и где-то миллиметр миллиметр подкладка то есть они на миллиметр толще чем в парадные и соответственно они гораздо крепче гораздо крепче вот это 40 размер и я собираюсь его поскольку у меня нога 41 размера и они мне коротки я специально такие взял потому что они вот здесь вот потом вы а вы видите что вот это вот место у них горловина по шире чем у парадных сапог то есть и в них легче влазить в них можно влезть с зимними портянками вот и я их хочу перетянуть на 41 размер сделать другую подошву что касается вес этих сапог давайте сейчас его вместе и померяем ставим весы и сначала мы меряем парадные сапоги сколько у них там веса так парадные сапоги весят ровно полтора килограмма полтора килограмма так теперь повседневный они весят на 100 150 грамм больше кило 600 кило 650 это если я рукой не давлю вот кило 600 кило 650 чуть-чуть по и вот эти вот 100 150 грамм это только за счет того что здесь толще кожи толще кожи за счет того что они прочнее если эту кожу сейчас вот прожирить и прочернить они будут и выглядеть не хуже чем офицерские парадные и уж тем более они носиться будут несмотря на то что они уже ношеные все равно дольше чем те дольше чем те вот у них здесь все предусмотрено для длительной носки даже вот смотрите такая закрепочка на там где голенище выворачивается да вот здесь вот у них смотрите на заднем шве них прошло тоже из юфте прошивать такая полосочка вставляемая в задний шов чтобы он не секся ниткой то есть не просто здесь две кожи сходятся а между ними еще вот это вот прошло вот она здесь вот такая торчит видите она гораздо толще чем на сапогах парадных на парадных сапогах прошло очень тоненькая тоже хромовая и вот они вот здесь тоже начали сечься то есть шов начал уже рассекаться потому что здесь нет закрепки вот здесь вот это как бы верх верхний кант у голенище вывернутый вывернутый и не отстроченный у парадных сапог что здесь минимализм они должны быть очень красивыми вот это их самое главное назначение ведь никакая линия верхняя голенище отличная красивая вот здесь вот у этих сапог тоже лишь линия голенище такая красивая вот но кант вывернут и еще и отстрочен для большей крепкости вот и вот этот вот слабое место выворотного канта она соединение она застрочена вот такой закрепкой вот то есть они практичнее вот так же петли для одевания простроченные насквозь вот одним швом насквозь второй шов первичный вот треугольничком это с первоначальных подкладки потом вывернутый прострочен уже насквозь вот и здесь вот уже мы видим переда в строчные строчные под строчные вернее переда под строчным голенище то есть конструкция более надежная более крепкая вот ну а вес обуви в основном дает все-таки низ сейчас я вам покажу что такое вес какой вес у ботинок вот мы берем ботинки которые еще не закончены у них вот только приклеена подошва и прошита сейчас и подошва так вернее кожаная часть проложка еще будет резиновый низ то есть подошва это каблук и каблук набойка и резиновый протектор и вот они сейчас весят 900 грамм всего лишь 900 грамм то есть обувь сама вверх сам по себе не очень много весит вот в основном большая часть большая часть веса обуви это низ который защищает нас от скажем так вот погоды от камней от всего и у традиционной обуви почему она такая тяжелая потому что не очень крепкий низ он защищает и от воды от погоды от камней от всего а у современной повседневной обуви у нее низ буквально 12 миллиметра и он ни от чего не защищает он может сломаться проколоться потечь отклеится все что угодно ну что же давайте разберем эту пару чтобы посмотреть с чего она состоит до чипрак уже старый ломается кусками видно что это подметка уже замененная то есть это не не так не изначально было и меняли раньше не жалели металлов было много тексы были латунные сейчас уже если делают такие сапоги то вы конечно же скорее с оцинкованными или просто железными металлическими тексами раньше делали из латунь они не ржавеют только зеленеют ну вот оказалось что скорее всего я не прав никто здесь не менял подметку на один раз менялась потому что дырок я от прошлый от прошлых этих не вижу от прошлых гвоздей то есть эти гвозди крепят целиком подушек так что через каждый сантиметр как и положено длина этих гвоздей где-то два сантиметра меньше чуть 182 у них тонкие концы для того чтобы они загибались в материале в стирке вот после того как мы сняли это подошва легко отходит и мы видим уже затяжную так попробуем снять каблук так хочу он там у нас внутри этот этот каблук обычно крепится отсюда то есть все операции делались не снимая с колодки то есть снаружи крепится соответственно гвозди убивались отсюда значит отсюда его их надо и снимать то есть под каблучок и назад его вот так все правильно гвозди отсюда крепится вот они вылезли это гвозди а вот они именно через каблук через набойку но где-то это тридцать 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 тридцатый гвоздь вот и сейчас будем отрывать подошву да чипрак уже истлел конечно бы еще много проносился но все поменяем вот везде латунные гвозди сколько здесь было латунных гвоздей представляете сколько их было здесь штук 50 как минимум просто вот вытаскиваем каждый вот насколько крепко это гвоздевое крепление один гвоздь с трудом можно вытащить а что говорят оторвать подошву а попробуй оторви вот традиционные вообще все типы крепления они надежные они надежнее чем даже нужно даже разбирать трудно вот и сравнение современными это просто как не знаю рассчитано на три жизни пятка затянутых тоже у них глухая затяжка у пятки я смотрю сейчас мы уберем гвозди которые крепят подошву так и мы видим здесь еще гвоздики это гвозди глухого крепления которые крепят уже затяжную к стельке их мы вот так попробуем поднять здесь какая-то смола старые клея были вот тоже кожаная простилка да из кожаная вот супинатор фанерный супинатор из фанеры вот поэтому они легкие сапоги когда не было хороших клеев и полагались на нитки на гвозди на хорошие материалы вот если тогда была яловая юфть то она и была яловая юфть из еловки из молодого бычка годовалого или из нетельной коровы телочки смысле вот а сейчас даже название такого нету яловая юфть или яловая кожа потому что такая хорошая кожа вся уходит за границу вот а в россии оставляют только только кожу от коров от старых жесткую которую разбивают чтобы она была мягкой но она естественно при этом теряет свою прочность вот и у нее конечно нет того лица красивого как у кожи и ловки вот так что все уходит туда а у нас остается самое худшее такая такую на страну довели наши наши руководители сейчас хоть начнется опять я отпишусь я там про политику не надо ничего говорить у нас там все путин рулит и все хорошо но это обычно говорят так бенефициар этой системы либо милиционеры там какие-нибудь большие либо еще кто-то нормальный народ простой он говорит что в стране происходит бардак новороссию сдали все сдали можно было взять не взяли вот вот все значит мы видим вот здесь стелечка такая очень кстати интересный профиль у колодочки был не находите очень интересный профиль в ней нога лежит как влета вот я потому что ее одел и она мне на пол размера меньше но все равно мага очень себя удобно чувствовать не замечаешь обувь вот форма стельки в этом очень много помогает хорошие пучки узкая узкая талия чтобы хорошо держать ногу вот отсюда вот и широкие пучки чтобы нигде не стеснять и вот отличная форма так что же мы видим изнутри убираем штуцер о что мы видим изнутри а изнутри мы видим что и под наряд тоже сделан из яловой юфти вот это яловая юфть который вы сейчас видите она вот в своем исходном виде каком она была в начале на сапогах только это более тонкая часть вот она смотрите какая красота она мягкая мягкая и вот то что я говорил про задник вот он строчный строчный у него жесткие края жесткие края которые прям выступают в сапог вот ну они уже пооптер здесь портянками так что уже с ними можно вполне вполне можно и в носках носить а подкладочка просто изумительная она вижу нигде не протертая вся чистенькая вот дальше пошла дальше пошла тоже кожа какой-то что-то типа ну бока что ли очень мягкая какая-то кожа под на подкладке пошла на голенище который в середине голенище переходит уже в свиной в свиную кожу вот так что крайне добротно сделанная обувь вот почему она на ноге это комфортно что она мягенькая мягенькая толстая при этом и мягкая и прочная вот так что будем вот это все разбирать толщину можно сейчас даже толщину померить этой подкладочки сейчас я принесу толщина сейчас померяем толщину подкладки так 11 подкладка 11 вот от толщина союзки самой наверное переда сапоги два с половиной два с половиной один и один и два с половиной то есть это вот три с половиной миллиметра толщина кожи спи спереди этих сапог вот из чего здесь под носочек давайте посмотрим с чего здесь под носочек потому что очень жесткий хороший носочек такой из чего сделано посмотреть то есть за столько лет он с ним ничего не произошло здесь мы видим мешковину мешковина проклеенная в несколько слоев вот она несколько слоев достаточно прочная вот она вот собственно говоря и сейчас убрать эти гвозди и сапоги опять готовы для того чтобы их затянуть на другую колодочку вот чуть подлиннее ну на этом все вы теперь увидели как устроены эти сапоги это офицерские повседневные сапоги из яловые юфти вот если такие удастся приобрести они очень хорошо сидят на ноге очень хорошо они носятся веса в них вообще не ощущается по моему опыту вообще не ощущается очень комфортный микроклимат внутри не нога не потеет никогда вот очень очень мягенькая подкладка здесь толстая в общем если удастся такие сапоги купить их можно купить за бесценок иногда вот на рынках особенно даже не на авито просто на рынках на птичьих и вы их не сносить это настолько хорошая обувь что просто прекрасно все всего доброго вот и до новых встреч на канале с вами был сергей а и